Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 13 глава. Кто может сразу сказать, что находится в Евангелии от Матфея, 13 главе? Притчи. Там притчи, одни притчи в 13 главе. Так что, если вы будете думать, где же находится притч Иисуса, вспоминайте о том, что есть Евангелие от Матфея, 13 глава. У меня сегодня есть большое желание, знаете, иногда просто говорить о каких-то сложных вещах, но сложно говорить о простых вещах. Но вы часто, простые вещи являются достаточно сложными, да? Все гениальное, поэтому я бы сегодня хотел, чтобы мы поразмышляли над притчей Иисуса, притчей о Сеятеле. Она является такой ключевой притчей, основной, вечной, всегда действующей, живой. Сам Иисус нам ее дал, сам Иисус нам ее истолковал. Ну и всегда есть какие-то возможности, комментарии в дальнейшем, да? Но что меня больше вдохновляет, когда у меня есть побуждение говорить об этой притче и вообще о притчах Иисуса, больше что меня вдохновляет, это то, что сам Бог нам через нее говорит. Аминь. И для нас это самое такое важное и ценное, потому что, знаете, ну, как Павел однажды сказал, что то Евангелие, которое я вам проповедовал, оно не было вам проповедовано словами человеческой мудрости. Оно было проповедовано вам силой духа. Вот, поэтому, действительно, вот, смысл Библии, да, смысл Нового Завета, пришествия Иисуса Христа, это именно пришествие семени, да, Иисус, Он тоже назван семенем, которое самое такое, да, главное семя из всех существующих семян, да, вот что такое семя, да, это что-то маленькое такое, да, но то, что из него потом получается, это совсем не то, что было, видимо, в семени, да, и вот Библия и Слово Божье нас учит именно то, что Слово Божье, оно семя. И, знаете, да, мы сейчас уже знаем науку вот эту, сегодня современную, которая идет в это семя, для нас как бы в семени, ну, ничего нет, оно разделяет его и смотрит, и вот каждое семя, оно воспроизводит то, что в него заложено, да, то есть вот в это маленькое семя заложено огромное количество информации. ДНК, мы уже знаем такие вещи, да, РНК и так далее, да, и вот каждое семя, оно производит по роду своему, и вот семя Божьего Слова, семя Царства Божьего, да, Новый Завет, то, с чем мы сталкиваемся, нам сказано, что Царство Божье подобно семени горчичному, которое самое маленькое семечко, самое-самое вообще. Но когда оно упадет в землю и по прошествии времени вырастает, то становится деревом. И это, в этом наша надежда, основная надежда наша и моя надежда, в принципе, как проповедника, как христианина, потому что, ну, основная моя надежда, это, знаете, это не сделать людей послушными, сделать людей еще какими-то, ну, моя задача просто проповедовать Слово Божье, потому что моя надежда, то, что именно вот Слово Божье произведет свою работу в сердцах людей, в жизнях людей, и, знаете, это самая крутая надежда, вот, потому что, ну, мы, я как человек немногое могу, вообще, но мне дана вот эта благодать, вот это благословение проповедовать Слово Божье. И я еще раз просто благодарю Бога за это, и это моя основная такая привилегия, знаете, и я очень радуюсь еще тому, что у меня есть такая благодать проповедовать Слово Божье людям, которые никогда его не слышали. потому что это тоже, это очень круто, если кто понимает это. И я рад, что Бог мне это показывает и открывает, что я именно надеюсь, знаете, что... Что там случилось? Итак, да, я про себя сказал, да, но в этом же была и надежда самого Христа, потому что, ну, его основным служением была проповедь, да, он исцелял, да, он воскрешал, но это были больше даже как приложения, как атрибуты, он отвечал на нужды. Но мы по его словам слышим, он говорит, мне нужно, когда там ученики его учатся, он говорит, мне нужно идти дальше, мне нужно все тут села посетить, потому что мне нужно везде проповедовать Евангелие Царства, потому что вот он понимал, от чего будет результат, он понимал, от чего зависит семя, да, поэтому мне очень важно это, и Богу это очень важно, да, что вот весь результат идет от семени. В моей жизни однажды так же произошло, что с моей жизнью произошло? Ну, она дошла до определенного тупика, как у кого-то здесь, и я был помещен в то место, где были христиане, проповедовалось Слово Божие. И вот Слово Божие начало работать со мной. И не только со мной, еще и с другими людьми. И много людей остановились в своем росте, да, в своем развитии, в своем следовании за Словом. Ну вот, слава Богу, я не остановился, и Бог мне не дал остановиться, и не дает остановиться. Потому что я тоже вам однажды рассказывал, что я и это на Него возложил, что я увидел себя однажды человеком, который не способен доводить вещи до конца. И я именно с этим обратился к Богу, я сказал, Бог, я сам все, что начинал, я бросаю. Я рано или поздно остываю, мне неинтересно, по тем или иным причинам я не могу довести до конца. Поэтому я сказал, тогда вот ты же сказал, что не я теперь живу, но ты живешь во мне. И тот, кто начал в нас это доброе дело, знает, как довести его до конца, доведет его до конца. Поэтому это уже не совсем моя война, это уже больше его война. Поэтому я вам всегда это предлагаю сделать именно так, чтобы вы возложили свои надежды именно на Него. Не на то, что ты сможешь сам, а именно на Него. И именно сразу начали воспринимать Евангелие и Слово именно так, что Оно производит работу. Слово производит работу. Слово Божье живо и действенно. Оно проникает, написано, до разделения души и духа, составов и мозгов, и производит свою работу. Оно подобно мечу обоюдоострому. Все, что нам нужно сделать, это чтобы Слово Божье пребывало в нашей жизни. Иисус сказал, пребудьте во мне, и я пребуду у вас. Это то, что нам нужно делать. И тогда, действительно, вот у нас есть это обетование, что будут изменения, будет благословение, что из этого семени вырастет то, что должно вырасти. Из него не вырастет ничего, что не должно вырасти. Потому что вся сила, вся информация, все ДНК в самом семени, скажи Аминь, поэтому, знаете, ничего не может в принципе исказить само семя и само Слово Божье. Только чуть-чуть снаружи, но внутри нет. Поэтому моя основная надежда и сегодня, и все время это вот именно на это. И я хочу тебе ее передавать просто, чтобы ты тоже уже начинал именно на это надеяться. что, знаешь, твои изменения не от церкви нашей, я имею в виду такой, который ты или от пастора, или еще от чего-то, или от каких-то проблем внешних. Нет. Все твое изменение, все твое благословение, оно сокрыто в Божьем Слове. Вот в этом семени. И то, что мы должны делать, это мы должны в нем пребывать. Аминь. И это то, что мы делаем. Каждое воскресенье, как минимум. Ну, да, и мы всегда побуждаем вас, да, чтобы мы могли читать, да, находясь дома, находить время, размышлять, слушать проповеди и так далее. Потому что там то же самое Слово, которое производит свою работу. И вот прежде чем приступить к притче, я просто хочу помолиться еще раз с вами. Не будете вставать, просто закроем глаза за то, чтобы само Слово производило работу сегодня. Согласитесь со мной, потому что если двое или трое, они будут просто согласны, то будем. Аминь. Бог хочет работать? Хочет. Ты хочешь, чтобы Слово работало? Хочешь. Просто согласись со мной. Скажи, Бог, Отец Небесный, мы очень хотим, чтобы Твое Слово произвело в нас Твою работу, Господь. Говори к нам сам. Говори к нам Духом Твоим, Господь. Если нужно, обличай нас. Если нужно, ободряй нас, Господь. Просто не переставай с нами говорить. Пускай Твое Слово, оно просто прорастет в моем сердце, Господь. Просто, как подобно семени прорастет. Я прошу Тебя, защити меня от лукавого, чтобы никакие другие мысли, никакие другие вещи, они не отвлекали меня от Твоего Слова. Я верю, что Твое Слово мне необходимо, что все находится в Твоем Слове. Говори со мной, Бог живой, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И давайте мы прям прочитаем. Начнем с 13 глава, с 1 стиха. «Выйдя же в тот день из дома, Иисус сел у моря, и собралось к Нему множество народов. Так что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и получал их много причин, говоря, вот вышел сеять и всеять. И когда Он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистых, на места каменистых, где немного было земли, и скоро зашло, потому что земля была не глубока. Когда же зашло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно в сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать крат. Кто имеет уши, слышит, да слышит. И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет, и преумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, слыша не слышат и не разумеют. И избывается над ними пророчество Исаии, который говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо окрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо написано, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Выслушайте, вы же выслушайте значение прича сейтеля. Ко всякому слушающему Слову о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит Слово и тот же с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда она станет скорбь или гонение, за Слово тот же соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота веки сего и обольщение богатства заглушает Слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего Слово и разумеющего, которое и бывает плодоносим. Так что иной приносит плод в сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Аминь. И я бы ее так назвал, притча-притч, да, вот, она такая, все в себя включающая, учащая нас принципом размышления над Словом Божьим. Сам Иисус дает здесь ключи к пониманию, да. И первое, что я вам хочу здесь сказать, это то, что к вам относится сегодня. Шестнадцатый стих. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Скажи Аминь. Ибо многие пророки и цари хотели слышать то, что ты слышишь сегодня. Но не слышат. А ты сегодня это слышишь. Потому что уже сам факт того, что сегодня ты здесь. И ты просто, вот, имеешь возможность. Не просто на скаку как-то услышать Божье Слово, да, какую-то притчу, в каком-то разговоре, или еще где-то там по телевизору промелькнуло. Ну, где мы можем еще там услышать, да, что-то. Когда Библию цитируют. Но мы находимся в месте, где мы останавливаемся, размышляем, и мы блаженны. Видите? И вот к вам уже, да, что не относится то, что Иисус здесь говорит, да, что люди огрубело в сердце, да, и ушами не слышат, и глазами не видят. Вы сегодня уже можете слышать. Естественно, если ты, ну, будешь открывать свое сердце. Вот. Но уже половина тела сделана. Вот. И первое, да, что мы здесь видим, такое в этой притче, что Иисус нам рассказывает, как бы, да, про четыре вида почвы. Так вот. Уже мы сегодня формулируем это, да, хотя там, не сказано, что есть четыре вида почвы, да, но мы их сами идентифицируем, да, что есть вот это при дороге, на каменистых местах, тернии и хорошая почва. И первое, что иногда, как бы, кажется, что есть четыре типа людей, есть разные типы людей. Вот одни такие, другие такие, третьи такие, четвертые, только хорошие. И вот это первоначальное такое, ну, наше все равно ощущение. И вот мне всегда хотелось быстренько занырнуть вот в это хорошее, в своем сознании сказать, ну, я-то уж точно там, где получше, правильно или нет? Мы же все такие, или нет? И это нормально для нас, правильно? Как-нибудь, хотя есть многие сигнализации, которые срабатывают и там, и там, и там, да, когда я слышу про каменистые места, когда я слышу при дороге, но при дороге нет, уже точно не про меня, я уже тут, и это, да и здесь тоже не про меня, я так быстро от это отмахнулся, и здесь тоже не про меня отмахнулся. Вот здесь про меня почему? Ну, хочу я так, правильно ли? И это хорошо, это нормальное мышление, нормальное мышление человека, который надеется на лучшее, правильно? Вот, поэтому, но, и знаете, вот, и на мой взгляд, это вот, как бы, такая обманочка, сатаны даже, да, чтобы ты так просто быстренько куда-то подстроился, пристроился, сказал, ну, у меня все хорошо, я не хочу заморачиваться, и поехал дальше куда-то. И мы так Библию даже часто читаем, то есть, вот я раньше тоже, что Библию читаю, какое-то место меня напрягает, чуть-чуть выворачивает, я так быстренько его в стороночку убираю, чтобы оно меня не напрягало, не выворачивало, успокаиваю себя, думаю о хорошем, и еду дальше, да? Но мы тем самым, когда мы так поступаем со Словом Божьим, как раз и не даем Слову Божьему работать в своей жизни. Вот это вот и есть как раз первый вид почвы. не размышлять над Словом, не позволять Слову проникать внутрь, да, то есть вот семена, упавшие при дороге, земля притоптана. Еще там есть такой момент в Евангелии от Луки, там сказано, упавшие при пути. И это мне немножко такое другое откровение какое-то дает, да, что семена при пути, так на скаку, на бегу, то есть я Слово Божье тоже, да, вот услышал так на пути, на ходу в своей жизни. Ну и вот так глубоко его не пустил, не остановился, не задумался. Помните, как там Моисей, когда с Богом встречался, да, он говорит, сними его, отойди. То есть ему нужно было вот остановиться в своей жизни, да, для того, чтобы встретиться с Богом. Ну вот он, ну вот при пути когда, да, это как бы означает вот наш такой суетливый ум, который куда-то все бежит, 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 бежит и не останавливается иначе. И ты потом, да, вот мы в жизни часто так живем, куда бежим, зачем бежим, основное пропускаем, не задумываемся, ну не даем, вот как будто нам надо пробежать самое главное, да, эту жизнь. Лучше, чтобы она побыстрее прошла. Ну ведь не в этом смысле, правильно? Поэтому и Слово Божье, и Библия, и Бог нас вот подводят к тому, что нужно остановиться. Знаете, и вот эти ученики, почему Иисус их назвал блаженными, да, потому что вот они действительно стали учениками Иисуса. Вот это вот Матфей, который сидел, был сборщиком налогов. Иисус вдруг сказал, вот все, пойдем за мной. И тот книжечки свои сложил и пошел. И знаете, это коротко так написано, но там же целая жизнь была, нужно же было каким-то ближним своим сказать, куда ты пошел. Или Петр с рыбаками, с остальными вышли сети и посредовали за ним. И тоже так нам было. Видно, что они как зомби такие, да? И пошли. Но жизнь-то она не такая, правильно? Там куча забот, куча хлопот. И мне не до этого, мне не до того, чтобы останавливаться в своей жизни, ты просто подумаешь, а куда, зачем тебе бежать? Ну, людям, у нас нет, не много таких людей, которые страдают там, нужно вторую машину, третью квартиру, там, и бегут, бегут, бегут. Да, у нас, ну и иногда, слава богу, что нету, да? Но это кажется так, да, вот, что человек, сейчас вот это вот сделаю, вот эту вот ипотеку выплачу там, и все, и начну жить там. Вот сейчас вот. Если не поймешь принципы, да, если вот действительно не сможешь остановиться, да, в своей жизни и задуматься над главным, задать вот эти вопросы, или пустить эти вопросы внутрь своего сердца, кто я, куда я, то в принципе и не остановишься, да? Поэтому, ну, многих, вот, тоже, можно сказать, спасибо Богу, да, останавливают какие-то обстоятельства, да? Если человек не прислушивается к каким-то таким вот моментам, которые сигнальчики, что приходят? Болезни какие-то, да? Где уже, оп, лежишь и только думать уже, да? Поэтому, как бы, вот, ну, не доводите до этого, будьте мудрее, чтобы вот полностью обездвиживаться. Поэтому, первое, да, мы вот говорим о том, что Слово Божье, оно нуждается в этом почитании, да, принятии, размышлений над ним. И это первая такая вот, ну, борьба, война в жизни человека. Как к этому относиться? Чтобы начать относиться к этому серьезно, да? Потом, вот, это вот притоптанное при дороге, оно означает тоже твердость нашего человеческого сердца. То есть, вот, что такое вот эта вот дорога, да, это люди ходили по ней, притаптывали ее все время, да, топтали, топтали. И это говорит о том, что, да, человеческие сердца, они тоже вот так у нас утоптанные часто. Бытом, отношениями среди людей, да, вот, утоптанное, жесткое, твердое, да. Есть оправдание не принимать никакую информацию в себя, находиться вот в той информации, в которой ты уже привык находиться. Сложившееся мировоззрение, научился защищаться, научился жить, стал таким твердым, и тебе проще ничего в себя не пускать, никому не доверять и так далее, вот. И это все означает вот это вот первый вид почвы, когда ты просто, ну, вот так, не пускаешь ничего, не хочешь, чтобы что-то делало тебе больно, потому что на самом деле Слово Божье, оно делает больно. И оно должно делать больно. И это хорошо, когда оно делает больно. Потому что вот это вот Слово, когда Слово Божье подобно мечу обоюдоострову, который проникает до разделения души и духа. Меч обоюдоострову, что делает? Он режет, он прорезает, он хочет вот проникнуть до разделения души и духа, и вот одно от другого отделить и тебе не понравится. Ну, как бы, когда, да, ты думаешь, там, у меня внутри все духовное, и Бог тебе говорит, нет, вот это вот душевное, а вот это вот духовное. Вот это вот твое я, вот это вот твоя гордость, вот это вот твое, твое, твое. Вот его надо отделить от моего. И вот Слово Божье, оно действительно, оно так делает. Поэтому я говорю, что это такое вот, ну, мы говорим, да, в последнее время о таких началах часто, да, блаженный нищий духом и принадлежит Царство Божье. Говорим о том, что Бог производит свою работу через Слово, ну, как Он производит? Вот так. Часто это дискомфортно, часто это неприятно. Ну, я всегда говорю об этом. Научись этому радоваться. Научись видеть это, что, о, если это производит во мне, это самое лучшее, что может производить Слово. Оно меня обличает, оно меня переворачивает, оно мне что-то показывает, оно работает во мне, знаете. Я не просто как вот такой вот, ну, не знаю, ничего не понимаю, ничего не думаю. То есть, это, опять же, как это выражается сейчас? Ты с чем-то не согласен там? Вы знаете, я помню, когда я читал притчу о работниках в винограднике, я вот помню, я ее прочитывал, мне всегда хотелось от нее быстрее забыться и так далее. Когда там одни целый день работали, другие полдня работали, третьи работали всего лишь час, даже переодеться не успели. И им взяли пору, ну дали, да еще этим первым, дали перед ихними глазами. И как вот это? Несправедливо. Правильно или нет? Несправедливо. Есть еще какие-то вещи, не могу это понять, отказываюсь отца, понимаете, почему, потому что я гордый был, я тоже такой же вот, ну, вот так же воспринимал это. Вот чем дальше ты идешь, потом размышляешь, ты позволяешь Божьему Слову тебя обличить, тебя высветить. И когда ты начинаешь с ним соглашаться в молитве, признавать, что да, меня выворачивают, да, даже вот ты можешь сказать, например, Богу, ты можешь сказать, я не согласен с этим. И это будет живой настоящий разговор. Вот ты читаешь Библию с каким-то моментом, я не согласен, мне не нравится, я не понимаю другими словами, да, Бог будет тебе объяснять. В этом есть нечто более живое, чем просто все время отмахиваться от этих мест и оставаться таким твердым, утоптанным и не размышлять над этим, понимаете. Поэтому вот, ну, размышлять это, да, это принимать, это позволять Божьему Слову тебя обличать, позволять Божьему Слову быть мечом обоюдоострым, который разделяет душевное от духовного. И знаете, что, ну, мы не как, знаете, если мы думаем, что это такой первый этап, да, если мы прям про почвы смотрим, что, ну, кто-то может быть думает так, что, ой, первый этап я уже давно преодолел, лет 10 назад, сейчас у меня уже другие проблемы, это тоже ошибка. Знаете, мы вот со всеми практически вот этими тремя моментами будем бороться практически всю свою жизнь. В тех или иных моментах. Поэтому эта притча, она не совсем там о четырех разных типах людей, а о том, что происходит в сердце человеческом, о том, о вот тех этапах. Ну, они действительно имеют последовательность, конечно, тоже, да, определенно, они имеют разные, вот, ну, какие-то моменты. И, да, вот, второй такой момент. Иной упал на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увялое, как не имело корня, засохло, давайте интерпретацию, да, а посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется, да, и вот другой такой момент, который тоже, вот, да, мы тут, как нам с этим быть? Кто-то может про себя сказать, что он может стоять во всех искушениях, которые придут? К сожалению, ну, не к сожалению, и, может быть, к счастью нам это не дано, и мы не можем, да. В Библии нас даже учат всяких, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть, да, то есть, вот, поэтому и там даже такая идет предосторожность, будь осторожен, вот именно вот, как такой момент в том, что, то есть, вот Иисус отправил, как бы, в не очень правильное русло людей, которые слышат слово и тотчас с радостью принимают его, представляете? Мы же любим таких людей, мы же поощряем таких людей. Я, я же вот серьезно, я вот вижу людей и иногда, вот он не слышал слово, потом раз, он тут и Библию считает, и такой придет, и откровениями поделится, и все. Меня, например, как пастора, да, как учителя там его, да, мне хочется радоваться, я радуюсь, но я помню про Божье Слово, и, ну, как бы, которая говорит о том, что нужно быть осторожным, вот в этом состоянии, что оказывается, это не совсем правильная форма такая, да, которую Бог предопределил, когда люди вот так вот сразу, с радостью принимают Слово Божье. Это опасный, как бы, момент. Знаете, что такое, что я сам был таким человеком. Я проходил через этот этаж, потому что я увидел, что да, я, скорее всего, с радостью принял. Я все принял, мне понравилось. Но потом, вот я помню, я проходил такой этап, такой процесс, когда вот это вот слово, оно меня просто всего изрезало. Оно меня, ну, как бы, вот, оно меня замучило, что я с радостью принял, и что же мне теперь? Теперь все, нету вариантов, я не устаю. У меня мой мозг взрывался, помню, когда я вот, мне пришлось посмотреть вот в это. Мне просто пришло, но именно вот то, что мне пришлось вот в это посмотреть, тут же сделало меня печальным, соответственно, вывело из этой категории принимающих с радостью. Понимаете или нет? Поэтому, вот, ну, я говорю, больше хорошо, когда Слово Божье нас не столько радует, сколько печалит. Это признак настоящего ученичества. Это признак, не то, чтобы мы такие вот, ну, мазохисты, которые хотим печалиться, но я считаю, это ближе к реальности. И про Слово Божье даже так написано, что, ну, на самом деле это тоже нормально, да, нормально, когда, ну, нам нравится Слово, мы его принимаем. Просто там у него работа немножко другая, как мы себе представляем. Если кто-то помнит, когда пророк Исайя, он, Исайя, или Языки, я не помню, которому нужно было свиток съесть. Он съел свиток со словами, и во рту стало сладко, да? Правильно я говорю? Во рту стало сладко, сладко, но потом в животе стало горько, горько. И вот такова реальность Божьего Слова, да, что мы принимаем с радостью. Поэтому нет ничего плохого принимать с радостью, но нужно понимать, что не в этом заключается сама суть. Нужно, там же и говорится о том, что вот эти вот фаминистые места, на которые упало Слово, там почва была неглубокая, да? И что там нужно было сделать? Нужно было убрать камни, да? Нужно вот, было что-то делать с этой почвой. И я вот, у меня как-то вот внутри есть такая интерпретация камней, то ли она в меня просто заложена из той школы, из которой я рожден, не знаю откуда, но пока вот я еще не отделался от этой интерпретации, хотя не вижу всех прям моментов, которые бы там сходились, но это как греховность человека. Камна, да, это грех. И вот этот вот скрытый грех, сердечный грех, причем я здесь говорю не о каких-то плоских даже грехах, да, пить, курить, мат, наугаться. Я здесь больше говорю о вот этом неправильном греховном мышлении, которое не дает углубляться в семье, которое, или о твоей греховности, да, которая скрыта от тебя самого, потому что, ну, мы на самом деле, вот, закон нам дан, чтобы мы познали грех, чтобы грех был поздно. Мы часто вины за собой, вот мы начинаем к Богу приходить, да, начинаем Слово Божие слушать, и часто приходим с радостью, вот я помню, как я приходил. И хоть Библия мне и говорила о моем грехе, что Иисус умер за мои грехи, что я должен себя как-то почувствовать плохо, я должен покаяться за свои грехи, вот у меня не получалось. Просто из-за того, что я слышу об этом, вот это все прочувствовать, что я как-то вот действительно имею грех перед Богом, понимаете? Я знал, что были грехи, там исполнял, там исполнял, но вот этой греховности своей перед Богом я не чувствовал, потому что это немножко другое. Это не совсем то, что нам говорят, ты надо покаяться, и мы в первом представлении понимаем, ну, мне надо все свои грехи вспомнить, перечислить, почувствовать себя за них плохо, так и искренне сказать, Бог, прости меня, и вот я сразу новый. Вот я не совсем верю в такое христианство. Я шел другим путем. Мне нужно было вот увидеть саму вот эту суть греховности моей, что она больше заключается в моем каком-то эгоизме, в таком человеческом, в моей гордости, в моем вот в этом скрытом делании зла, понимаете? Поэтому вот да, слово Божие, оно упало на земельку, вроде сверху земельку, а там камни, там вот еще эта настоящая греховность, там моя греховная природа, она вся живет, она там прячется, понимаете? Она так быстро не сдастся, она так быстро не откроется, нужно копать, нужно исполнять Слово Божие, чтобы увидеть, да? Что я не могу его исполнять, оказывается. Понимаете? Вот в чем заключается наша греховность, в чем заключается вот в этой отдаче нашего греха на крест Иисусу, в том, что вот греховная природа хочет убежать все время. Почему бы Иисус там был распят, даже вот не соскочила, не убежала. Вот так же моя греховная природа, она прячется от цвета, от меня самого, подстраивается, переодевается в христианство, становится христианской греховной природой. И что здесь, вот, какой здесь единственный, как бы, способ, это вот действительно покаяние, настоящее покаяние, что я не могу ничего с этим сделать, Иисус, Ты заплатил за меня, Ты можешь меня только изменить, Твоя кровь меня омывает. Понимаете, вот здесь мне нужен Христос, вот где Он мне нужен. Понимаете, Он мне нужен не просто вот, перечислил свои спасибо и так далее. Потому что вот она не хочет обличаться, она не хочет признаваться. То есть, другими словами, я не прихожу к Богу таким, какой я есть. Я все время пытаюсь там лучше прийти. И для меня это процесс. Вот, ну, мы в учениках видим этот процесс. Петр, первое покаяние. Вот где у Петра было покаяние? Тоже, да, если взять вот там по учебнику. Мы тоже не можем понять. Выйди от меня, Господи, бы грешен я. Вот оно, первое столкновение с греховной природой. Вот с этим, когда Иисус ворвался в его жизнь, и он осознал, кто Бог, он почувствовался грешным. Он не мог это никак по-другому описать. Он не сказал, прости меня за то, за то, за то, за то. Он говорит, просто выйди, не могу терпеть. Я грешный. В лодке они там с ним были. После этого пошел за ним. И после этого, помните, он еще, я за тобой в темницу и на смерть. А Иисус говорит, ты отречешься от меня. Еще петух три раза не пропоет, уже дважды отречешься. Или наоборот. И Петру трудно было в это поверить, правильно или нет? Он отказывался? Если все отрекутся, я не отрекусь. Понимаете, вот оно там скрытое, человеческое, греховное, не способное следовать за Богом. Понимаете, и вот оно требует того, что Бог, с этим нужно работать, это нужно доставать, и мы даже сами с этим работать не можем. Опять же, все слово. Совсем работает слово. Бог с этим работает. Наша задача позволять Богу с этим работать. Наша задача не убегать от Бога. И тогда, если ты будешь укоренен, и у тебя глубокое настоящее покаяние, то есть, опять же, когда мы говорим, что это покаяние? Это метаноя, это изменение ума, это пересмотр жизненной позиции, ценностей твоих. Это осознание, да, что вот есть воля Божия, которую я не знаю, которую я не знаю, как исполнять, но только она является чем-то настоящим. Все остальное, оно мое человеческое, неправильное, искаженное, искаженное грехом. И я не могу с этим ничего сделать. Знаете, вот что такое жизнь, искаженная грехом? Это не только про похоти, да, вот, как я говорю, плотские грехи. Что такое грех? Вот мне нравится такая иллюстрация. Помните фильм «Дети капитана» Гранд? Там один злой человек положил топор под компас. Помните эту иллюстрацию? Положил железный топор за компас. Магнитный. Они плыли на корабле, и тот просто подложил топор. И компас начал... И куда они приплыли? Они плыли, я не помню, куда, но приплыли совсем не туда. По-моему, они там должны были в Австралию, приплыли в Южную Америку, мы или плыли в Южную Америку, приплыли в Африку. Да, и вот значение греха это что? Путь, ну, не туда, мимо. Да, то есть вот, вот она греховность, скрытая внутри нас, которую мы не отдали Христу, которую мы... Внутри она нас живет, нераскаянная. И она нас ведет не туда. Вот этот вот топор, который влияет на компас. Вот этот вот грех сердечный, который влияет на все твои решения в итоге. Да? И я говорю, вот с этим Библия призывает нас столкнуться. Посмотреть в глаза. Вот для того, чтобы решить эту проблему, нужно просто вот посмотреть вот этому в глаза и сказать, что спасибо, Иисусу, что ты умер за мой грех. Что ты вот взял мою вот эту грехумную природу на крест пригвоздил. Что мне не нужно теперь вот искать какие-либо этому оправдания. Вот Библия нас учит. Кто говорит, что без греха, тот лжец. Открывайте свои грехи перед ним. И он, будучи верен и праведен, простит вам. Вот он, вот он правильный путь. Вот он единственный путь. Через то, чтобы пройти через это поле с камнями. Убрать вот это вот мешающее нашему движению вещь. Объяснил, как мог. Мы будем еще об этом говорить по-разному, разными словами. Поэтому, вот, сегодня так поговорили об этом, да? Ну, это действительно реальность. В моей жизни это был процесс. Вот поэтому Иисус и говорит здесь, что упали на каменистых местах, с радостью приняли, быстро проросли, но потом пришли испытания, пришли проблемы и отпали. Он говорит, вот тут вот серьезная есть вещь, да? В том, что суть в чем, что Слову Божьему нужно время в твоей жизни. Нужно время. Поэтому я сейчас, вот смотря там даже на ребята или на кого-то, вот радуюсь тому, что люди медленно растут. Потому что, ну, быстро вырасти, надуть человека, это проще. Знаете? Но потом этот надутый человек столкнется с такими проблемами, что он потом ни от Бога ничего не хочет, ни от церкви ничего не хочет. Ожесточенный, обиженный. Ему же сказали, что у него все хорошо, ему же сказали, что Христос умер, грехи прощены. А почему у меня Бога лазила-то? А почему? Не разобрался, не понял, как это работает. Продолжай пребывать в Слове, продолжай, дай Богу освободить тебя. Библия говорит, и познайте истину, и истина сделает вас свободных. А как вы познаете истину, помните? Иоанна 8 глава. Если будете продолжать следовать моему учению, то вы истинно мои ученики. И вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Познание истины заключается в одном слое, продолжать следовать учению. Продолжать, ни в коем случае не останавливаться. Как бы ни было тяжело, согрешил, упал, все равно продолжай следовать учению. Уходи в церковь, молись, пребывай, дай Богу победить это все. Потому что никто не может это победить собственными силами. И Иисус много обличал фарисеев, законников, которые вот с виду они встали. Он говорит, вы с виду гробы окрашенные, а внутри полны мерзости и нечисто. Поэтому мы должны быть осторожными, чтобы вот из-за быстрого желания достичь результата мы не превратились в фарисейство. Да и сказали, что у нас-то все хорошо. Меня уже первый и второй тип почвы уже не интересует. Ко мне нет, уже все убрали давно. Вот. Ну, третий тип почвы, да, можем посмотреть. Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Ну и мы видим, что даже по логике мы все время с этим сталкиваемся В начале своего пути, в середине пути В конце пути будем сталкиваться, скорее всего Поэтому опять же, это не говорит о том, что это уже третий уровень Если у меня вот это есть, у меня там третий уровень У меня тогда камней нет, знаете, бывает все При дороге с камнями, да еще и тернии растут И часто нам, может быть, будет приходиться с чем-то таким сталкиваться Но опять же, из логики притчи мы видим, да, что земля, она, ну как бы, требует ухода Требует, да, что землю, которую притоптали ее, нужно скопать, да, проборонить там, да То есть камни нужно достать, тернии нужно выдергивать, да И выдергивать, когда они вырастают, да Что мы вот, мы же с картошкой так поступаем, когда ездим, пропалываем, выдергиваем Дергиваем, да, заботимся о том, чтобы вот тернии не заглушили И это говорит о том, что вот тут вот, ну, серьезная наша работа Над нашим мышлением Понимаете, да? Над нашим мышлением, что Библия нам говорит, что, ну, не мечтай о богатстве Здесь еще так, знаете, так сказано, что, на самом деле, потому что, да, проблема-то не то, что деньги зло, деньги не зло Любовь к деньгам зло Скажи аминь И пойми это, любовь к деньгам зло Не деньги зло Деньги иметь неплохо, деньги иметь хорошо Деньги это ресурсы, это оценка твоего труда, это твое благословение от Бога Но все время жаждать эти деньги, обожать их, и все, это проблема И вот здесь мы должны противостоять этому состоянию Сами, в своем мышлении И сказать, что, нет, я не хочу повестись, да, на обольщение Здесь еще так написано же, да, слышишь слово, но забота века сего первая, да? И обольщение богатства заглушает слово Обольщение богатства Обещание богатства Не то, что богатство, а то, что именно обольщение Как целое направление, что мне надо вот то, вот то, вот то Мне надо, мне надо, мне надо И мы, в последнее время здесь много звучит этот стих И он должен звучать Вот он в моей молодости звучал в моей голове постоянно Прежде всего заботьтесь о Царстве Божьем А остальное все приложится Иисус нам дает вот это Поэтому прежде всего заботьтесь о Царстве Божьем А остальное все приложится Заботьтесь о том, чтобы было слово Божье в твоей жизни больше, да, чтобы читать, слушать, разговаривать о Нем, проповедовать о Нем, возрастать в Нем, а остальное все приложится. Поэтому даже вот Иисус, зная наше, все равно любовь к богатству, Он говорит, да приложится вам все, приложится, пусть оно придет правильно, потому что вот здесь уже взрослые люди в основном все знают, что нету от халявы никакого счастья, от того, что вот пришло к тебе как-то, урвал, обманул, а вот если ты правильно сеешь и надеешься на Бога, Бог, Бог тебя способен благословить. Аминь. Поэтому вот Бог нам это обещает, Он говорит, что тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как вместе с Ним не дарует нам и всего. Еще раз подумай над мыслью. Постел Павел, да, вот в Духе Святом, он противопоставляет. Вы представьте, если Бог Сына отдал своего, живого, единственного, на такую смерть, как вместе с Ним не дарует вам всего? Ему намного было бы проще дать нам все, все золото миру, так вывернуть за всеми там моментами, наружу и сказать, забирайте. Но Бог отдал самое дорогое, потому что вот только это самое дорогое, оно решало нашу проблему. Поэтому наша задача расти и углубляться вот в этом познании Христа. Что Он сделал для нас? Как это работает в моей жизни? Как мне быть свободным от похоти плоти, похотячей и гордости житейства? Весь мир, да, и мой Бог, помните, я вам говорил это учение, что это как море. Мир это море. Мир это мышление человеческое, в котором все погрязают, все думают примерно одинаково. Все хотят то, что видят, похоть очей, похоть плоти, все хотят то, что вкусно, то, что приятно, побольше и гордость житейская. Все, чем люди так гордятся в этой жизни, все хотят то, что у другого, позицию, я, кто я и так далее. Все, и вот все люди, они как бы сговорившись решили, что будем жить так, хотеть, видеть и все. И они как животные друг по другу идут и так далее. Отсусть говорит, а вы не будьте такими, вы отойдите в сторону и посмотрите на это все по-другому. Он как бы достает нас из мира, он достает нас из моря. Он сам не ходит по этому миру. Когда он ходит по морю, помните, да, он ходил. Это говорит о том, что он в мире, но он не принадлежит миру, его мышление над миром. И что произошло там с Петром? Если это ты, да, я тоже попробую. Иди. И Петр встал и пошел. У него был этот опыт сверхъестественный. Знаете, я когда начал, помню я вот, рождался я, да, вот эти муки рождения мои были, как раз вот тогда, когда вот эти камни приходилось доставать. Когда я в своем мышлении начал действительно ходить по воде. Это вот самое, ну это первое, сейчас, ну часто приходится это делать, как бы внутренне, да. Уже нет такого контраста, но я помню эти первые ощущения. Когда ты действительно можешь отказаться от вот этого всего эгоистичного, потому что привязан, быть как бы над этим, тебя это уже так не мучает, так не задевает. Иисус говорит, я, он молится за нас отцу, говорит, отец, я прошу, не чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла, да. То есть мы все равно будем в мире, мы все равно будем между этими желаниями. То есть вот эти вот тернии и волчцы, они будут все время вырастать, они будут все время на нас оказывать какое-то влияние и проще с ними справляться, когда они еще маленькие. Поэтому мы должны вот научиться, благодаря Слову Божьему, очищать свое мышление от неправильных целей, от неправильных желаний, от неправильных хотел. Да, я, вот у меня с ребятами часто, я же, ну часто это видно, что человек там вот живет, растет, а потом, ну, ну, они сейчас, они обижаются, наверное, на это, но вот он видит меня, а вот куртку мы хотели, это все, что ты мне хочешь сказать, куртку. И я не хочу сказать, что вот в этом что-то есть, да, неправильное, потому что это нормально, нужды, куртка и так далее. Но я просто всегда пытаюсь показать акцент и дать обратную связь человеку. Смотри, о чем ты думаешь? Что для тебя самое первое, самое главное? Понимаете, вот, и мы так же к Богу не должны приходить, вот только, и, знаете, я не хочу сейчас, чтобы вы сейчас спрятались такие, у вас будет, знаете, потом начинается такая двойная, тройная игра. А, я сейчас скажу ему, там, мне надо время выбрать, у него хорошее настроение или не хорошее настроение. Неважно, никогда не попадешь, не в этом дело. И не обижайся на меня, что я тебе это говорю, я тебя хочу направить на Божье Слово. Поэтому не подумай, что, все, все, я только о куртке думаю. Да это нормально для тебя, думать только о куртке сейчас. нормально, но мое желание, чтобы ты пошел дальше. Аминь? Поэтому и будь рад, когда Бог тебя обличает даже через такие ситуации. Вот я сейчас вижу этого человека, который очень сильно огорчился насчет куртки. И он думает, что это плохо, что я сейчас про него сказал. Я тебе скажу, это очень хорошо. Будьте рады, когда на вас обращают внимание. И когда тебе делает что-то неприятное вот это. Когда тебе хочется спрятаться, тебе хочется убежаться. Это как пример. Понимаешь, поэтому я тебя люблю и вообще хочу, чтобы ты пошел вперед. И не думай, что куртку купим, это вообще не проблема. Это вообще не проблема. Дело не в этом. И хорошо, когда такие ситуации есть. Когда я могу даже так, может быть, отреагировать как-то на это, да, потому что я говорю, что мне очень хочется, я переживаю за то, чтобы Божье Слово произвело свою работу в вас, в ваших жизнях, пока вы здесь. Сколько вы здесь? Потому что то, что мы посмотрели из притчи, земля твердая, не сразу получается. Мышление наше борется, мышление наше сопротивляется, оно твердое, но не пускает Божье Слово, чтобы о нем размышлять, мы, жизнь, тебе кажется, проходит, надо быстрее, остановиться некогда, да, давать Слово Божьему резать тебя, это больно, это тоже не хочется, это все проникает, но хочется побыстрее, но в реальности все идет медленно, знаете, но пусть твоя мечта будет такая, вот как у меня, я сказал Богу однажды, когда вот тогда молился, я хочу Богу, я очень хочу, чтобы то, что ты во мне делаешь, было по-настоящему, что мне не так важно, сколько времени это займет, или как это будет выглядеть в глазах других, или как я буду выглядеть в глазах других, пусть мне придется там стыд какой-то испытывать, что у меня ничего относительно других или в своих глазах, но пусть будет по-настоящему, аминь. Ты хочешь, чтобы по-настоящему? Я уверен, что каждый хочет в реальности, каждый хочет. Ну и говори это Богу, начинай говорить это Богу. Здесь вот в этой притче, в принципе, там все написано. Как Божье Слово работает с твоим сердцем? С чем бороться? Как бороться против дьявола? Дьявол там, ну, на самом деле, вот только в самом начале, чуть-чуть просто тебя отвлекает все время. Птицы пришли, склевали. Все остальное, основная война происходит вот там вот, в нашем сердце, да, вот, когда камни нужно доставать изнутри, когда тернии нужно выдирать, да, когда нужно вот позволять Божьему Слову работать. Аминь.